Сегодняшняя теория покажет, что в мире Джокера главный объект для шуток — это мы. Привет, интернет! Добро пожаловать в фильм Теория, где мы заставляем вас улыбаться. Улыбайтесь. Улыбайтесь, говорю. Улыбайтесь. Если честно, когда я увидел анонс фильма о Джокере после «Отряда самоубийц», я подумал, что это очень плохая шутка. Большинство посмотревших «Отряд», мягко говоря, были не в восторге от того, как сделали Джокера. И такое скорое возвращение этого персонажа на экраны... удивило, скажем так. А потом вышел трейлер, и я прифигел. Это будет не фильм о супергероях-миллиардерах с нашивками Бэтмена и отловом негодяев на радужных улицах. Это будет погружение в личность человека по имени Артур Флек. Человека с психологическим расстройством, на которого плевать государству и гнобимому обществом. Фильм о ничем не примечательном человеке за исключением маленькой детальки. Судя по названию фильма, человек этот превратится в главного злодея мира комиксов — Джокера. Это разрушение правил игры моего любимого жанра, что ему как раз и нужно. Нет, я, конечно, люблю эти красочные супергеройские фильмы, но после десятилетия битв с идеальным CGI, огромными злодеями и того большими бюджетами, гораздо интереснее смотреть кино, которое осмеливается показывать темную сторону. Например, Логана или Пацанов, истории из супергеройских вселенных, где нет четкой границы между добром и злом, где герои не всегда хорошие. Фильмы, где герои не закрывают глаза на пороки общества и не просто спасают мир. И Джокер как раз будет об этом. Но во время просмотра трейлера Джокера мне кое-что показалось интересным. По-моему, его не существует. Нет, фильм существует. Я не об этом. Просто часто в фильмах, которые рассказывают невероятно личную историю человека с психическими заболеваниями, оказывается, часть из того, что мы видим, неправда. Эти фильмы могут быть наполнены галлюцинациями, когда нельзя полагаться даже на камеру, которая показывает не реальность такой, какая она есть, а реальность, которую персонаж, в нашем случае Артур Флек, представляет. Чтобы не быть голословным, вспомните «Бойцовский клуб». Ярчайший пример фильма, который врёт тебе на протяжении всего хронометража. И чем больше я смотрю трейлеры, интервью, источники, которыми вдохновляли создатели, тем больше я убеждаюсь, что в конце выяснится, что весь фильм, или большая его часть, происходило у Джокера в голове. Не всё, что мы увидим на экране, будет тем, что на самом деле происходит в Готэме. Но давайте разбираться, как и почему. Предлагаю начать с самого Артура. Трейлеры знакомят нас с Артуром Флеком. И важно отметить, что это новое имя для Джокера. В комиксах DC такое не встречалось ни разу. А самый похожий на Артура — это Джек Нейпиер из фильмов Тима Бёртона в альтернативной вселенной «Белый рыцарь». Да и вообще создатели фильма довольно явно намекают, что история этого фильма оригинальна. Поэтому можете перечитать хоть все комиксы, это вам не поможет. С самого начала нам дают понять, что Артур страдает от какого-то психического заболевания. Нам не только показывают его на терапии, но и сам он пишет в своём блокноте, что самое противное в психическом заболевании то, что люди ожидают, чтобы ты вёл себя нормально. И это было подтверждено командой, работающей над фильмом. Актёр Марк Мэрон в интервью сайту NME сказал, что Тодд Филлипс решил создать уникальную историю о человеке с психическим расстройством, который станет Джокером. Теперь мы точно знаем, что у Артера Флека психическое заболевание. Но вопрос какое? Все психические устройства устроены по-разному. Поэтому, чтобы лучше понять персонажа и сам фильм, нам нужно выяснить диагноз. В трейлере можно подметить несколько деталей, которые можно определить как симптомы заболевания. Первая — неестественная эмоциональная реакция. Он смеётся без причины после того, как его избили, и резко на контрасте с покерфейсом. Неконтролируемый смех — действительно настоящий симптом псевдобульбарного синдрома. Но другие симптомы заставляют отбросить этот вариант. Например, внезапные вспышки агрессии, неуместное поведение, удары головой о решётку, удары головой о зеркало, разрисовывание языка. Да и вообще Артур двигается как-то неловко. Почему-то смотреть на то, как Артур ходит и танцует в трейлерах, неприятно. Он не пластичный, дёрганный, странно переставляет ноги. К тому же, судя по всему, заболевание наследственное. Его довольно молодая мать нуждается в уходе, хотя внешних признаков инвалидности нет. Все эти симптомы указывают на то, что Джокер страдает шизофренией. Хроническое психическое расстройство, при котором человек не может отличить реальность от того, что он представляет. Взгляните на список симптомов и вспомните всё, о чём мы говорили. Нарушение моторики, дёрганные руки, нелепая походка, необычная жестикуляция, разрыв связи с телом, вспышки гнева, социальная изоляция, практически идеальное совпадение с тем, как ведёт себя Джокер в трейлере. И плюс ко всему, шизофрения передаётся наследственно. Даже почерк в блокноте для шуток говорит нам о его диагнозе. Смотрите, как к концу страницы почерк становится всё более корявым. Обратимся к исследованию почерков людей с шизофренией, где в статье приведён пример точно такого же стиля письма. В разных местах разное давление на ручку, отсутствует чувство границ, плохо выведены буквы. Без лечения люди с шизофренией испытывают проблемы в обществе из-за того, что теряют связь с реальностью. И самое главное, при шизофрении развивается бред и галлюцинация. И опираясь на эти два симптома, мы попробуем разобраться, что реально, а что нет в трейлере Джокера. Перед примерой Джокера вы часто могли натыкаться на упоминание кое-какого фильма. «Король комедии» 1982 года, снятый Мартином Скорсезе. Гениальный режиссёр снял множество культовых фильмов. Славные парни, таксист, отступники, бешеный бык. А вот «Король комедии» не получил такую популярность. Но всё же для создателя фильма Джокера именно он послужил главным вдохновением. Цитата. Между фильмами есть связь, но не то чтобы прямая. Это сказал Роберт Де Ниро, сыгравший главного героя, стендап-комика из «Короля комедии», который в «Джокере» сыграл ведущего большого стендап-шоу. Но помимо того, что один актёр играет схожие роли в двух фильмах в сеттинге криминального Нью-Йорка 80-х, связь между фильмами всё-таки глубже. В «Короле комедии» Роберт Де Ниро играет Руперта Папкина, неловкого и психически больного комика, для которого кумиром является ведущий стендап-шоу, которого в итоге Руперт похищает и угрожает, чтобы получить 15 минут славы на шоу. Он решается на это отчасти, чтобы впечатлить Риту, девушку, в которую влюбился. И что же мы видим в трейлере Джокера? Неловкий, психически больной комик, который становится злодеем, который, как мы знаем, склонен к насилию, и который каким-то образом попадает на шоу именитого стендап-комика. Мы видим человека, который, судя по трейлерам, при помощи комедии пытается впечатлить девушку, которая испытывает чувства. Мы уже нашли много сходств между фильмами, но даже в некоторых сценах как будто бы содержатся прямые параллели. Оба персонажа живут с матерями. Оба персонажа хотят, чтобы их представили определенным образом. Даже кадры в сцене, где Джокер готовится к выходу на сцену, очень похожи на сцены выступления в Короле комедии. И почему же все это так важно? В Короле комедии реальные события, вроде похищения своего кумира, смешаны с фантазиями Руперта. И весь фильм они сосуществуют друг с другом. Визуально фильм не дает нам понять, что фантазия, а что нет. Никаких фильтров, замыливания, ничего. Единственный способ отличить фантазии Руперта от реальности — это окружение. Лучшие друзья Руперта — телеведущие. Свадьба с Ритой. Великолепное выступление на шоу. И эта техника смешивания реальности и фантазий в конце фильма оставляет большой вопрос. В конце Короля комедии нам сказали, что Руперт вышел из тюрьмы и стал невероятно популярным. Но ведь это фильм, где галлюцинации и реальность пересекаются. Возможно, он сидит в тюрьме и все это выдумывает. А может и нет. Концовка остается открытой. Именно это вызывает вопросы о Джокере, о том, что мы видели в трейлере. Судя по всему, сцена, где Артуры избивают в бандитском Нью-Йорке 80-х — это реальность. А что насчет сцен, где толпы надевают клоунские маски во время протестов? На первый взгляд, кажется, что это типичная сцена из фильма про Бэтмена. Главный злодей покорил город политическим посланием и обернул всех против Бэтмена. Но это не фильм про Бэтмена. Бэтмен в этом фильме — этот мелкий мальчишка. И вряд ли он наденет черный костюм и разберется с Джокером. Отсюда вопрос, что происходит на самом деле? Готэм повернулся спиной к Уэйнам? Или Артур мечтает о неком грандиозном отомщении, в котором все в Готэме наряжаются в него и захватывают власть? У нас есть намеки на второй вариант. В трейлере нам показали два абсолютно разных образа клоуна. Один зазывал с рекламным щитом в начале трейлера, а второй — более привычный нашему глазу Джокер. В обычном костюме из жизни, судя по всему, мы видим реальность. Он живет в бедности, ухаживает за матерью, едва сводит концы с концами, пытается стать стендап-комиком, но в костюме Джокера меняется все. Он на сцене, толпа вокруг него в его масках, танцует на лестнице. Все, что он делает в этом костюме, реализовывает свои мечты. Поэтому я считаю, что это бред, галлюцинации. Если бы он действительно был лидером протестов, вряд ли бы ему позволили просто так ходить в толпе в гриме клоуна. Да и если протестуют под его руководством, как он может идти в обратную сторону движения толпы? Заметьте, все плакаты протестующих о капитализме и рабочем классе. Нажмите на паузу и убедитесь, что протестующие выступают за права рабочих. Не похоже на то, чтобы Артур Флек или Джокер мог бы внушить этой толпе. А может, он просто гуляет в этой толпе и представляет себя ее лидером? Сцена, в которую он целует девушку, которая ему нравится. Разве такому нелепому и застенчивому человеку, как Артур Флек, это свойственно? Да нет, это галлюцинации. Мир фантазии, в котором он живет из-за своего психического заболевания. В финальном трейлере он сам говорит, «Всю свою жизнь я сомневался, существую ли я». Если честно, в индустрии комиксов любят путать трейлерами. В Марвел вообще превратили свои трейлеры в какой-то спорт. В трейлере Рагнарёка Коу Торо было два глаза, расхалкали Марка Руффало в финале, да вообще миллион изменений. У меня даже была теория о Камне Души и его расположении в исправленных сценах Войны Бесконечности. Да, спасибо, Марвел, это я еще не скоро забуду. Но прямо показать мир грез — это идеальный способ сбить с толку фанатов. DC уже так делали, показав устрашающего Супермена в трейлере «Бэтмен против Супермена», который, оказалось, был во сне Бэтмена. Так как мы знаем, что у Джокера психическое расстройство, думаю, не нужно сомневаться, что у него в какой-то степени потерян контакт с реальностью. Думаю, что, скорее всего, каждый раз, когда мы будем видеть Артура Флека в образе Джокера, это будет лишь его фантазией. Мы знаем, что есть такой злодей, как Джокер, и клоунское восстание в Готэме, но тут затронуты права рабочих. Трейлер хочет, чтобы мы думали, что Артур за всем этим стоит. Но что-то я сомневаюсь. Артур не очень похож на гениального социального инженера, каким Джокера показывают. Артур – грустный мечтатель, как Руперт в «Короле комедии», чье величайшее достижение существует только у него в голове. Хотя, кто его знает? Но, учитывая, какие рецензии на фильм вышли, пока мы монтировали это видео, сильная сторона Джокера в том, что все будут спорить о том, что было, а чего не было. Кажется, наша теория уже дала ответ на этот вопрос. Но это всего лишь теория! Фильм-теория! И снято! Большое спасибо за просмотр. Оригинал видео вы сможете найти по ссылке в описании. Перевел и озвучил Артур Агаджанян. Подписывайся! Если тоже считаешь, что Джаред Лето – отвратительный Джокер. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...